Уважаемые друзья! Наша первая тема будет посвящена литературе, без которой любая научная статья, диссертация, любой научный текст, по сути, невозможна. И, соответственно, нам неплохо было бы понимать, как с этими литературными источниками работать. Поэтому сегодня на вебинаре я предлагаю посмотреть на следующие вопросы, определиться с тем, сколько и каких источников нам нужно при подготовке разных научных работ. Вот, безусловно, я буду делать акцент на тех работах, которые пишутся в рамках подготовки диссертационного исследования. Но в том числе любой исследователь, который готовит только научные статьи, например, и пока, скажем, не собирается писать диссертацию, тоже может использовать абсолютно ту информацию, о которой мы сегодня будем говорить. Второе. Мне бы хотелось посмотреть на этапы и особенности поиска литературы. И, возможно, здесь для кого-то все очевидно, но для начинающих исследователей понятно, что надо для себя как бы установить эту последовательность, чтобы поиск литературы не доставлял лишних каких-то сложностей и был построен по понятному для вас алгоритму. Ну и в заключении сегодняшней встречи, как всегда, мне всегда хочется поделиться с вами какими-то приемами, которые позволяют повысить эффективность вашей работы без потери качества, и поэтому именно об этом мы и поговорим. Как сделать так, чтобы поиск литературы, работа с литературой были организованы более эффективно, занимали у вас меньше времени, меньше усилий, при этом давали не меньший результат, чем и при других подходах. Ну что, я думаю, что будем начинать. Итак, первое, давайте разбираться, какие у нас в принципе есть научные задачи, то есть какие у нас есть научные работы, которые мы можем готовить, и, соответственно, сколько нам чего нужно с точки зрения литературных источников. Итак, мы сегодня ограничимся, понятно, что это не исчерпывающий список научных работ, но мы ограничимся именно ими, по той простой причине, что для тех, кто готовит диссертацию, эти работы могут быть обязательными, могут быть необязательными, я немножко коснусь этого вопроса сегодня, ну а те, кто просто ведут научные исследования, тоже могут в принципе подготовить эти научные тексты. Итак, я специально разделила статьи, которые мы можем, иногда это тезисы, иногда это бывают полноценные статьи для участия в конференциях, это один вид, да, затем статья в научный журнал, тоже сейчас поговорим, в чем может быть специфика монографии и диссертация. Что здесь у нас, какие особенности с вами возникают? Прежде чем мы с вами будем искать литературу, предположим, мы с вами решили подготовить статью в научный журнал, и прежде чем мы с вами будем искать литературу, неплохо было бы посмотреть, какие требования есть у журнала. И эти требования... Всем добрый день, я вижу ваше сообщение, друзья, по поводу презентации, Мария, делайте, пожалуйста, скрины, презентацию мы не предоставляем. Значит, что касается научного журнала, в зависимости от того, что это будет за научный журнал, какого он будет типа, да, то есть это журнал, который размещается в РИНС, или это журнал, который входит в перечень ВАГ, или это журналы, которые индексируются в международных базах, очевидно, что требования у нас к той литературе, которую мы будем привлекать, они будут отличаться, несмотря на то, что мы как будто пишем с вами просто статью в научный журнал. Поэтому мы начинаем с того, что мы заходим на сайт журнала и смотрим, какие требования или какие есть пожелания, иногда это не требования, иногда пожелания, у журналов, которые мы хотим подготовить статью. Я сразу хочу оговориться, друзья, понятно, что вы можете прочитать гораздо больше источников, вы можете привлечь, если на то есть необходимость, вы можете привлечь больше источников. Сегодня у нас вебинар прикладной, мы с вами должны разобраться, как мне работать с литературой под конкретную задачу, не в принципе подо всем на свете, да, под конкретную задачу. И, следовательно, если мы хотим приготовить статью для журнала, вот я на слайд вынесла, на предыдущий слайд информацию о журнале «Экономика региона». Это журнал, который издается в Институте экономики Российской академии наук. Этот журнал входит в международные базы цитирования. И вот, пожалуйста, если я захожу на сайт и хочу посмотреть требования к списку литературы, и я понимаю, сколько мне нужно источников, то есть 25-30 источников – это минимальное количество. Более того, в журнале указано еще дополнительное требование, что среди этих 25-30 должны быть в обязательном порядке зарубежные источники, то есть если мы не выполним это требование, не найдем, не прочитаем, не привлечем эту литературу, при подготовке статьи у нас статью просто не примут. То же самое обращайте внимание на ограничения по самоцитированию. Очень часто издатели это пишут, и это означает, что если у вас есть свои публикации, вы хотите их в список литературы, то есть вы им, например, пользуетесь во время подготовки статьи, хотите показать динамику вашей темы, что вы ею занимаетесь какое-то время, но если есть ограничения по самоцитированию, его тоже нельзя нарушать. И поэтому мы сразу, глядя вот в этот раздел, понимаем, что от нас требует или желает издатель. Другой вариант, если мы с вами выбираем журнал, который, например, не индексируется в международных базах, очевидно, что у него будут требования проще. Снова мы с вами заходим на сайт, обращаем внимание на то, что у нас в качестве требований по списку литературы, и в данном случае в журнале «Проблемы языкознания и педагогики» мы видим, что издание рекомендует нам не менее 15 источников. Опять же, здесь я специально приложила вот этот скрин для того, чтобы вы посмотрели, что в некоторых издательствах, в некоторых журналах вы сразу видите все требования, есть необходимость зарубежные привлекать, что там самоцитировать, а на некоторых страницах журналов вы это не найдете. Если у вас возникают какие-то вопросы по этому поводу, есть ли эти ограничения или нет, вы можете просто написать в журнал и уточнить, обязательно ли то-то, какие-то есть ограничения по самоцитированию или еще что-то, просто для того, чтобы вы сразу это учитывали в процессе поиска литературы для подготовки той или иной статьи. Что касается подготовки статей на конференцию, эти статьи чаще всего короче, безусловно, чем статья в журнале, и мы их рассматриваем чаще всего как статьи более простые для подготовки, и это действительно так. То есть если вы прям, я не знаю, какая у нас сегодня присутствует аудитория, но если вы только начинающий исследователь, у вас еще нет статей научных, я вам искренне рекомендую начать вот со статей в материалы конференции. И здесь тоже, на что мы обращаем внимание, прежде чем мы начинаем подбор литературы. На статус этой конференции мы обращаем внимание не в том смысле, что если она региональная, то там может быть какая-то слабая или малая литература, не в этом смысле, а в том смысле, что чем выше статус конференции, тем чаще всего будут более конкретные и более такие четкие требования к литературе. И когда мы готовим статью, тоже чтобы мы сразу же на них ориентировались. Более того, если вы участвуете в конференции международной, не просто с международным участием, а международной, и которая, допустим, подразумевает, что есть несколько языков участия в этой конференции, очень часто подразумевается, что и литература, соответственно, должна присутствовать на разных языках, потому что участники этой конференции, ну, чтобы они, глядя на статьи, вошедшие в материалы, могли ознакомиться, в том числе на своем языке. Поэтому вот здесь вот эти нюансы тоже важны, и еще иногда бывают, что называется, мы с вами живем в реальной жизни, вебинар наш практически, поэтому я обращаю ваше внимание, что иногда для того, чтобы попасть на ту или иную конференцию, ну, к сожалению, или не к сожалению, просто реальность, да, так назовем, иногда бывают такие особенные требования. И в частности, вот я нашла такой, такие требования на конференции, где у нас написано, что ссылки на публикации членов организационного комитета конференции приветствуются. Ну, мы с вами все взрослые люди, все прекрасно понимаем, да, то есть шанс того, что ваша статья будет принята, повышается в связи вот с выполнением вот этого пожелания, да, при том, что написано приветствуется, безусловно, раз это вынесено прям в требования написано, значит, это будет каким-то образом явным или неявным влиять на выбор тех статей, которые туда поступят. Поэтому такие бывают вещи, если они вам по какой-то причине неприятны, ну, значит, вы просто ищете другое мероприятие, если вам, что называется, без разницы, то вы можете вот это учитывать при подготовке статьи на такое мероприятие. Так, вопрос при подготовке диссертации, упоминание работ всех членов диссертационного совета, скорее всего, даже обязательно. Светлана, ну да, это, наверное, так, но я бы так, знаете, сказала, то есть и в этом случае, и в вашем комментарии по поводу диссертационного совета. Не надо ничего придумывать искусственно. То есть, если, например, данный член диссертационного совета или член оргкомитета конференции, ну, совершенно не по вашей теме работает, ну, конечно, не нужно использовать статьи. Это странно. Эксперты, которые, например, в том же ВАК будут проверять, значит, вашу работу, ну, удивятся, по крайней мере. Почему мы ссылаемся часто на членов диссертационного совета? Ну, тут очень простая логика. Вы защищаете диссертацию по конкретной специальности в диссертационном совете, члены которого являются экспертом в этой научной области. Поэтому, естественно, скорее всего, у кого-то из них есть работы, которые близки к вашей тематике или прямо, собственно говоря, по вашей тематике. Поэтому здесь как бы нет ничего странного в том, что вы посмотрите на работы этих исследователей, познакомитесь с ними и сделаете вывод, что, ну, да, вот этого я процитирую, потому что его работы подходят реально и помогают моей работе стать более яркой, там, обоснованной и так далее. А кого-то я не буду цитировать, потому что он занимается совершенно другим. Поэтому мы, конечно, разумность какую-то все равно имеем. Так, как посоветуете ввести список и учитывать свои публикации в форме классического биологического списка или в таблице? Арсений, прошу прощения, я не вполне поняла вопрос. Это список литературы или список своих публикаций? Свои публикации имеются в виду, чтобы их не потерять, или вот чуть-чуть прокомментируйте, вот поточнее, да, список моих публикаций. По поводу списка публикаций, все очень просто, за нас уже все придумано. У нас есть формочка, которая называется форма номер 16, она стандартная, и если человек работает в образовательной или научной организации, он эту форму заполняет там с завидной регулярностью. Поэтому вот можно в эту форму, можно в любую табличку, которая вам удобна. Да, конечно, их стоит фиксировать. Продолжим. Значит, что касается статей, что нам нужно понимать, как статьи связаны с литературными источниками, которые мы привлекаем. Статья – это короткая научная форма. Ваша статья будет… Кстати, объемы статей, как нам известно, измеряются либо в страницах, то есть могут написать столько-то страниц, либо в знаках, да, то есть, соответственно, мы с вами понимаем, что количество печатных знаков или количество страниц в статье, конечно, меньше, чем, например, в книге, в монографии или в диссертации. Поэтому это короткая научная форма. Раз это короткая научная форма, значит, список литературы ограниченный. То есть, если даже вы, почему я говорю, обращаю ваше внимание на то, чтобы вы зашли и сначала посмотрели, есть ли какие-то требования к литературе. Потому что, если вы даже прочитаете, например, реально не 25-30 источников, а 50 источников, вы, скорее всего, в статье небольшого размера просто не сможете уместить в тот размер, который должна занять статья, такой большой перечень источников. Поэтому вот здесь он ограничен не только требованиями, потому что там минимальная граница задана, но в том числе и максимально он ограничен просто разумной логикой по отношению размера списка и размера текста, который есть внутри статьи. Ну и, безусловно, если вы исследователь, который не готовит диссертацию, очень часто вы эту литературу, которую вы подобрали под статью, вы ее однократно использовали, вы ее нашли, вы использовали, прочитали, написали статью, все, она у вас принята, опубликована, и вы готовите следующую. Под следующую, возможно, вы будете искать литературу заново. Если же вы исследователь, который, даже пусть пока не пишете диссертацию, но думаете об этом, планируете, или уж тем более, если вы пишете диссертацию, то даже когда вы пишете статью, вы должны понимать, что у вас эта литература должна аккумулироваться в единый список, в единую папку, для того, чтобы вы, раз вы глубоко изучаете тему, для того, чтобы вы эту литературу потом могли использовать, в том числе и в следующий раз, для подготовки диссертации. И здесь вот этот нюанс очень важен. Если мы говорим о монографиях, монографии бывают разные, монографии бывают авторские, монографии бывают коллективные. Авторская монография, если вы пишете диссертацию, то авторская монография, у нас как бы нет такого закрепленного, ну, ВАК не закрепляет, по крайней мере, требования к монографиям, как обязательное, да, то есть монография – это такая публикация, которая рекомендована, желательно для человека, который пишет докторскую диссертацию с точки зрения диссертационного совета. То есть диссертационный совет подразумевает, что если человек готовит, изучает так глубоко тему, что он готовит докторскую диссертацию, неплохо бы, чтобы у него была монография. Надо ли писать монографию человеку, который пишет кандидатскую диссертацию? Я считаю, что нет. По крайней мере, потому что вы тратите время на то, что не задано как необходимый элемент там публикации для диссертации кандидатской. То есть ВАК не требует это. В принципе, ни для тех, ни для других, но уж для кандидатской работы тем более. Ну и уж и тем более не надо аспиранту, который готовит кандидатскую, писать авторскую монографию. По многим причинам это и трудозатратно, и это сложно. И в том, как вы будете делать так, чтобы у вас текст не повторялся в диссертационной работе, это такая нетривиальная очень задача. Поэтому, если уж вам сильно хочется поучаствовать в монографии, пишите, участвуйте в коллективной. Что такое коллективная монография? Это монография, в которой несколько исследователей, у каждого, например, по главе, публикуются в одной книге. Монография – это издание, посвященное исследованию одной темы. Если же это авторская монография, и вы ее просто так пишете, потому что вам очень сильно захотелось поделиться своими разработками с миром, и никакую диссертацию вы больше писать не будете. Тогда, что называется, как решили, так и сделали. Вот если вы хотите эту монографию потом показать как публикацию в докторской диссертации, обращайте внимание на то, какой объем у монографии должен быть, потому что ее объем тоже как бы предопределит в том числе и то количество литературы, которое нужно будет привлечь для ее подготовки. Я сегодня на слайде специально сделала несколько скринов реальных работ, для того, чтобы мы с вами поняли особенности вот этого типа публикации и, соответственно, как работать с литературой, для того, чтобы можно было это все подготовить. Итак, у нас получается, вот я вам два скрина сделала, 336 страниц и 256 страниц. Одна коллективная монография, вторая авторская монография. Если вы пишете под докторскую диссертацию монографию, ну не меньше 10 печатных листов у вас должно быть в монографии, да, то есть это за 200 страниц, 220 и так далее, то есть не меньше. Поэтому, раз мы говорим о том, что монография это такая крупная научная форма, то есть это не 10 страниц статья, это 200 с лишним страниц, очевидно, что вы здесь будете вынуждены привлечь большой список литературы. Что значит большой? Вот пример вам из монографии доктора наук. И мы видим, что здесь 180 с лишним источников. И, конечно, опять же, если вы все-таки решились писать монографию и вы ищете, обрабатываете, читаете такое количество источников, конечно, мы подразумеваем, что мы еще раз к ним будем обращаться. Если вы пишете диссертацию, значит, они войдут в пол источника, в который у вас будет под диссертацию. Но если нет, может быть, не все, если нет, то, по крайней мере, вы, возможно, их будете еще как-то использовать для подготовки других статей. И в этом смысле имеет значение, как они обработаны. Потому что такой объем вы в памяти сохранить не сможете. Ну и финальным, таким крупным научным трудом, который не просто написан как монография, но он и защищается, является диссертация. Опять же, она бывает разная, докторская, кандидатская. И в связи с этим, конечно же, у нас будут разные требования по объему, качеству, разнообразию источников, которые привлекаются для подготовки диссертации. Для примера я представляю вам на слайде диссертационную работу кандидатскую, да, по медицинским наукам. И мы видим внизу, я специально показала, так, у меня, наверное, мышку же вы не видите, или видите. Друзья, видите мышку? Моргните мне, пожалуйста, огоньком. Или это моя мышка, я что-то потерялась. Ну, все, спасибо. То есть, вот я специально показываю вам, сколько страниц у автора, да, и вот, пожалуйста, сколько источников. То есть, примерно, когда спрашивают, сколько у меня должно быть страниц в списке литературы, ну, примерно, сколько страниц, столько источников, плюс-минус, очень сильно зависит от вашей специальности, очень сильно. Чем более в гуманитарную область уходит ваша сфера наук, скажем так, да, тем больше у вас будет и объем работы, и объем источников, которые вы привлекаете. Если мы говорим о докторской диссертации, вот, примерно, на следующем слайде, то мы здесь уже видим, что здесь порядка 250-280 и более источников. Опять же, здесь для примера у меня представлена диссертация на ССК, изучения ученой степени, доктора наук в области технических наук, а технические работы, медицинские работы, они по величине, по объему меньше, чем гуманитарные, и поэтому источников тоже меньше. Если вы посмотрите докторские диссертации, ну, например, по, что-нибудь, по религии, по истории, то есть по каким-то философии, например, да, то это может быть работой и 400, и 450, и 500 страниц и столько же источников. То есть такой труд нужно будет, для того, чтобы подготовить, нужно будет еще освоить большое количество литературы, да, литературных источников. Что мы здесь в качестве особенностей можем сказать про диссертацию? Мало того, что это крупная форма, то есть объем тоже будет в страницах большой, но здесь есть жесткие регламенты, которые требуются выполнить, и поэтому под эти регламенты должна быть в том числе заточена и ваша литература. Например, если вы пишете работу, допустим, по историческим наукам, и ваша работа предполагает вот этот исторический экскурс, естественно, вам нужно привлекать, что называется, и старые, и новые источники. А если вы пишете на работу, я не знаю, по экономике, по юриспруденции, например, и вот прям вы в своей теме затрагиваете самые-самые актуальные изменения, которые сейчас происходят. Тогда вы можете, конечно, взять литературу, монографии, фундаментальные какие-то монографии, которые раньше были опубликованы, но по идее вам нужно, чтобы у вас литература тоже была максимально свежая, максимально уже учитывающая вот то, о чем вы будете говорить. Безусловно, большой список литературы, даже чаще, часто бывает больше, чем в монографиях, и здесь тоже есть определенные требования, опять же, в зависимости от вашей специальности. И, конечно же, здесь, когда мы работаем над диссертационным исследованием, конечно, ту литературу, которую мы привлекаем, мы однозначно используем в более длительный срок, и мы ее используем многократно. То есть мы эту литературу изучили, написали статью, изучили, написали другую статью, а потом эти источники плюс еще дополнительные у нас возникают в диссертационном исследовании. То есть у нас есть пересекаемость источников, и мы это должны понимать сразу, когда мы ищем литературу, потому что даже элементарно, например, в статье мы процитируем что-то одно из этого источника, а в диссертацию мы возьмем что-то другое. То есть источник у вас будет один и тот же, а соответственно то, что вы цитируете, будет другое, чтобы у вас прямого пересечения не было. И вот когда вы понимаете стратегически, что вы не просто вот взяли, написали один научный труд, подобрали под него литературу, ну и как бы история закончилась, а что вы все-таки этим занимаетесь, и вот учитываете эти нюансы, конечно, вам проще, конечно, вы экономите много времени для того, чтобы на том, чтобы поискать литературу, у вас остается больше времени для того, чтобы в нее погрузиться, потому что это тоже очень важно. Так, объем авторефератов кандидатских и докторских диссертаций тоже различаются. Да, конечно, объем различается, это еще зависит от вашей специальности защиты, но примерно в два раза, то есть в среднем автореферат кандидатской это там 20-24 странички, да, объем докторской, автореферата докторской это где-то там 40-45, да, потому что, ну это я говорю по гуманитарным специальностям, по техническим, по естественно научным, можно чуть поменьше, опять же, вот не случайно говорю, и вот вопрос очень как бы замечательный, почему, потому что здесь тоже есть регламенты, и например, если мы пишем монографию, мы в общем-то в таком состоянии творчества в каком-то смысле можем находиться, то когда мы пишем диссертацию, мы должны вот эти требования в обязательном порядке удовлетворить. Что из этого мы можем сделать в качестве вывода для того, чтобы понимать, почему так важно прежде, не надо набрасываться на литературу, надо сначала понять, для чего она вам нужна, что, какой труд вы собираетесь писать, и вообще у вас есть в планах или в текущей реальности диссертации или нет, потому что процесс работы с литературой у вас будет несколько разным. Поэтому, чем более объемный научный труд вы собираетесь писать, тем вы должны отдавать себе отчет о том, что вы будете привлекать больший объем литературы. чем у вас более крупный научный труд, тем у вас должны быть более разнообразные источники. В качестве примера мы пишем статью на конференцию, у меня должно быть 15 источников, статья, допустим, 7 страниц, но очевидно, что я навряд ли, ну, может быть, я укажу там одну монографию, которую я читала не ради этой статьи, а я ее читала просто, потому что я занимаюсь этой темой, она здесь уместная, я на нее ссылаюсь, например, а все остальное, скорее всего, это будут просто научные статьи. А вот если я пишу диссертацию, то у меня явно не может быть только одних статей, у меня должны быть и статьи, и монографии, может быть, авторефераты диссертаций и прочее, может, архивные источники, в зависимости от моей темы. То есть разнообразие самой литературы тоже, которую я привлекаю, тоже будет шире. Ну и, безусловно, вот то, о чем я на протяжении вот уже половины вебинара говорю, что в обязательном порядке мы учитываем, если вы хотя бы имеете в виду, что я вот сейчас попробую пописать, если у меня получится, я буду писать диссертацию. Значит, подбирая литературу, подходите к этому процессу более взвешенно, серьезно, поскольку потом вы ее будете раз от разу опять использовать. Ну и какие же у нас тут виды источников могут быть, на что нам нужно вообще обратить внимание, о каком таком разнообразии я говорю. Безусловно, все источники, которые указаны на слайде, это не означает, что мы в каждую статью или в каждую монографию или в каждой диссертации они будут, потому что, например, те же самые архивные данные в большей части диссертации не требуются, потому что они не предполагаются самой темой или там какие-то социологические опросы, например, или еще что-то. То есть в данном случае вот эти виды источников вы подбираете под вашу тематику, под вашу специальность, под ту научную форму, которую вы собираетесь написать на основе найденной литературы. Ну и, безусловно, если же мы все-таки говорим о крупных научных трудах, вы пишете монографию или диссертацию, на что акцентировать внимание, чтобы ваш научный труд имел более такой весомый вид. Естественно, ни в коем случае мы не ссылаемся в принципе при подготовке научных текстов, не ссылаемся на какие-то студенческие порталы, на которых размещены непонятно какие-то работы. Это ни в коем случае не научный источник. Но при этом есть научные источники как бы более мощные, назовем так, я специально их так лучше закавычила, потому что имеется в виду, что они более весомые, более редкие, более какие-то такие значимые для вашей темы. И здесь, конечно же, под редкими научными трудами я подразумеваю в тех темах, где это актуально, архивные материалы. Если вы пишете историческую работу, сложно представить, что это будет работа просто по научным статьям. Безусловно, вам нужно идти в архив, либо использовать электронные каталоги, либо идти в архив, искать архивные материалы, привлекать это в работу свою. Или, может быть, в вашей работе требуются какие-то, что значит, специально предоставленные сведения. Это, предположим, вы пишете техническую работу, пишете ее на базе конкретного предприятия, и, соответственно, вам предприятие предоставляет цифры реального бизнеса, да, для того, чтобы, или там, реального технического процесса, и вы на основе этих цифр делаете исследование. Они предоставлены только вам, они в закрытом доступе, их нет, и у вас в этом смысле возникает некая, некая эксклюзивная разработка, потому что у других исследователей этих данных нет. Иногда, если ваша тема предполагает обзор, может быть, зарубежного опыта или еще чего-то, очень здорово, когда мы привлекаем иностранные данные, неважно, это цифровые данные, это статьи, это какие-то опросы, это какие-то результаты исследований в виде научных отчетов или еще чего-то. То есть, вот в этом смысле редкость, она, конечно, добавляет вот некого такого, я не знаю, яркости, да, в вашем крупном научном труду, монографии, тем более, диссертации. Второе, что стоит предпочесть в литературе, это, конечно, свежие, то есть актуальные публикации. Нередко бывают такие случаи, когда диссертацию дают, ну вот иногда бывает там отклонена, например, диссертация, человек не знает, что случилось, почему у меня диссертация отклонена диссертацию, обращаются за консультацией, что можете объяснить, что здесь не так. И просто список литературы открываешь, и понятно, что литература заканчивается за три года, например, до того, как случается защита. Возникает вопрос, а вот эти три года вы вообще ничего не читали нового или ничего не вышло, или в связи с чем такая пустота. Вот для того, чтобы к вам таких, ну не только по этому поводу, безусловно, но вот один из последних примеров, вот наиболее яркий у меня по поводу литературы, был именно такой. Я прям поразилась, а что случилось, почему у человека, причем тема такая не историческая, не то, что она там должна была закончиться там в 90-е годы, нет. То есть вот это очень важно. Следующая, безусловно, фундаментальная литература. Вы должны в монографии или в диссертации обязательно познакомиться с работами тех исследователей, которые пионеры, которые в вашей теме, да, которые там вели какие-то понятия, которые, может быть, имеют несколько там монографий, да, люди годами, десятилетиями занимаются этой темой, видные какие-то исследователи. Безусловно, если вы их не показываете в своей работе, возникает вопрос, а вы их что, не читали? То есть это вот просто обязательно. Ну и, конечно, если мы говорим особенно о диссертации, как о научной форме, то так называемое авторское, вот авторские результаты, это и есть тот замечательный источник, который делает из просто научной работы, какой-то, пусть даже качественной, авторскую научную работу, когда там есть то, что сделали вы. Это результаты вашего исследования. Может, вы проводили какие-то эксперименты, может быть, вы проводили там на оборудовании или люди у вас были вовлечены, неважно, у вас были какие-то опыты и у вас появились результаты. И здесь очень важно, если мы говорим о источниках, которые вы будете размещать в список литературы, у вас будет должна опубликована, например, статья с этими результатами, для того, чтобы вы в том числе официально показали в списке литературы, вот, это мое, это мои результаты, вот они здесь опубликованы, а в диссертационной работе они, например, расширены или там есть углубленное какое-то представление этих результатов и так далее. Вот подобные источники очень сильно как бы подсвечивают качество крупного научного труда, поэтому вот эти моменты тоже мы учитываем. Какие же у нас есть этапы, когда мы вот это все про себя узнали, для чего, что я собираюсь писать, какие особенности того текста, который я собираюсь писать, крупная, мелкая форма, сколько мне нужно источников, мы садимся и начинаем осуществлять поиск литературы. Для того, чтобы этот поиск осуществить грамотно, да, я рекомендую обращать внимание на то, как он у вас построен, потому что кажется, что вроде бы все об этом знают, но очень частый запрос на курсы, в частности, бывает о том, что литература побеждает исследователя, то есть набрано столько литературы, ее там вообще тьма, и что с ней делать, вообще непонятно. Вот это означает, что если человек находится в таком состоянии, это означает, что поиск велся не совсем правильно, да, то есть с нарушением вот этих этапов, потому что если вы действуете вот по ним, то такой ситуации не возникает. Так, прошу прощения, не заметила вопрос, а есть требования к процентному соотношению к видам источников диссертации, например, сколько иностранных областей, когда мы кем. Светлана, нет, официального такого требования нет, но это, наверное, может быть в виде требований диссертационного совета, и то, если это прям требование диссертационного совета, то это значит совет, который сам присуждает ученые степени. Это может быть как рекомендация, ну, либо вы, как автор, понимаете, что, да, наверное, мне нужны иностранные источники, их не должно быть три штуки, например, если вы пишете докторскую диссертацию, у вас там 250 источников, и из них пять иностранных, ну, наверное, это как-то не очень сбалансированно, но все равно хотя бы там, может быть, 30 хотя бы. Вот прям официальных требований таких нет. Итак, по этапам. Когда мы с вами начинаем осуществлять поиск литературы, для того, чтобы он был максимально понятным и максимально результативным, нам нужно выстроить его по определенным шагам. Во-первых, нам нужно понять, что именно мы ищем и сколько мне этого потребуется. И вот весь предыдущий блок, такой подготовительный блок, да, он как раз позволял нам ответить на эти вопросы. Мы узнали требования издателя, мы узнали примерный объем работы, который у нас должен быть, и в связи с этим мы понимаем, какой у нас должен быть объем списка. Второе, мы должны себе ответить, а когда эти источники мне вообще стоит искать? В каком смысле когда? Естественно, если у меня срок подготовки с такие две недели или там месяц, например, то я начинаю искать литературу прямо сейчас. Если же вы пишете диссертацию или вы пишете монографию, вот этот вопрос для вас более актуальный, потому что возникает вопрос, мне прямо сейчас искать все эти 200 источников или как мне, вот на каком этапе мне нужно расширять вот этот вот объем, чтобы он достиг таких больших размеров. И здесь нет никакого правильного ответа, что вот делать только так и никак иначе. Вы можете сделать сначала поиск, который будет вас вводить в исследовательскую область, особенно если вы только заходите в это поле, а можете искать по частям, то есть вы можете, что называется, под первую главу, под вторую главу, под третью главу, для того, чтобы вот не закопаться в этой литературе. И тут, что называется, вы сами себе ответите на этот вопрос со временем, как вам лучше работается. Третий очень важный вопрос, а где мне это искать? И он нетривиальный, хотя он кажется простым. Почему? Потому что в зависимости от того, какой мне источник нужен, у меня будет определенное место поиска, где его найти проще. Понятно, что этих мест полно, но мы с вами для того, чтобы повысить эффективность поиска, должны двигаться сначала с тех мест, которые более доступны, более просты, да, для того, чтобы там взять эти источники. Мы об этом сейчас поговорим с вами. Ну, естественно, вопрос о, что делать с найденной литературой, то есть, как мне ее обработать, для какой цели я буду использовать и так далее. Вот этот вот пол вопросов, он должен быть очевиден мне сразу. Это так же, как вот вы в магазин идете за продуктами, если вот под какое-то блюдо, мы же конкретное что-то покупаем, да, вот здесь абсолютно то же самое. Я хочу написать статью, конкретное блюдо приготовить, и, соответственно, у меня должны быть конкретные ингредиенты. Наука в каком-то смысле, да, как творчество, как кулинария, где-то тут вот есть пересечение. Ну, и тогда у нас возникают те самые этапы. Во-первых, на первом этапе мы определяем предмет поиска, то есть, что и сколько мы ищем. Это зависит от типа того, под что мы ищем, и мы говорим. Например, я пишу статью, монографии я вообще искать не буду, я буду искать только статьи. Или я понимаю, что в этот журнал у меня теоретическую статью не возьмут, им надо какие-то научные расчеты, там, изыскания, результаты и так далее, я понимаю, что мне нужны будут цифровые данные, значит, я буду еще искать какую-то статистику. Изначально я себе об этом очерчиваю, то, что я буду искать. Второе, для какого научного труда, вот, да, сразу же это соизмеряем, и третье, для какой цели. Вот если вы просто начинаете готовить статью, у вас цель простая, вам нужно собрать литературу для того, чтобы погрузиться в эту тему, для того, чтобы сформировать свое представление и, собственно говоря, его представить научному сообществу. А вот если вы пишете диссертацию, то литература может использоваться для разного. Например, вы сформулировали, вы пришли, у вас есть научные результаты, вы сформулировали научную новизну, и вам надо обосновать, что это научная новизна. И вам нужно, для того, чтобы обосновать, что это новизна, нам нужно сравнить результаты наши с результатами других исследователей. И нам нужно поискать такие литературные источники, в которых есть что-то подобное, тому, что мы сделали, но отличающиеся от нашего. И тогда мы скажем, вот такой-то исследователь делал так, этот делал так, а мы в своем труде сделали вот так. И вы как бы показали тем самым, что ваш подход отличается через сравнение. Либо вам нужно что-то обосновать другим способом. Предположим, у вас есть результаты какого-то опроса, вы провели опрос или какой-то какое-то исследование, и у вас есть определенные результаты. И надо показать, что они не случайны, может, они неправильные эти результаты. И нам, соответственно, нужно найти какой-то источник, в котором, может быть, что-то опять же, какой-то подобный опрос был, и ваши результаты наоборот сходные. То есть, вы получили что-то близкое, и тогда мы можем сказать, что да, они вот своим способом делали, пришли к этому выводу, мы своим способом делали, и пришли примерно к такому же выводу, поэтому наш способ тоже может быть. То есть, вот здесь, в этом смысле, мы еще для разного можем использовать литературу, не только для того, чтобы что-то процитировать. Естественно, нам нужно показать знания теоретических, теоретической базы нашей темы, нам нужно показать, какие, кто давал определения и так далее, да, но в том числе, может быть, нам нужно что-то сравнить и обосновать. На втором этапе, на втором этапе мы выбираем, где мы ищем. И здесь, естественно, в зависимости от того, что мы, какой источник собираемся искать, нам нужно искать в разных местах, и что я все время предлагаю, попробуйте сначала поискать в электронном варианте. Не все мы живем в Москве, в Санкт-Петербурге, где огромные библиотеки, архивы и так далее, куда можно прийти и все найти, что нужно. Я вспоминаю, как я писала свою кандидатскую диссертацию, я живу в Кургане, областной центр, но тем не менее, когда я пришла в библиотеку со своей темой, библиотекарь сделали квадратные глаза, сказали, у нас вообще ничего подобного нет. Мне, например, пришлось ехать в другие города, в библиотеки, для того, чтобы тогда еще электронные библиотеки не были так распространены. Поэтому начните хотя бы поиск с электронных источников, электронные библиотеки, архивы и так далее, и тому подобное, а потом, если вам чего-то не хватит, тогда уже вы поедете физически в библиотеку, будете запрашивать архивные данные, если они вам нужны, и так далее. Следующий, третий этап, это этап первоначального поиска. Почему иногда нас литература побеждает? Потому что мы приехали или там сели за поиск литературы, набрали сразу 120 источников и начинаем их читать. Ни в коем случае так делать не нужно. Для того, чтобы не читать все подряд, нам нужно организовать сначала первоначальный поиск. Что это значит? Это значит, что вы по ключевым словам нашли необходимую литературу и начинаете ее просматривать. Вы ее не сохраняете всю, потому что очень часто бывает, что названия или ключевые слова подобраны очень правильно, но они к вам и текст вообще не будет вам подходить. Поэтому что мы просматриваем? Мы как минимум просматриваем аннотацию. Если это монография, то мы просматриваем оглавление, да, что там, какие раскрытые моменты и бегло просматриваем текст. Хотя бы так глазками пробегаемся и смотрим, у вас вообще глаз цепляется за что-то? Это что-то вам может быть полезным, то, что тут есть или нет? И тогда мы это все себе оставляем. Если нет, мы, значит, этот первоначальный поиск, на этом первоначальном этапе мы отметаем этот источник сразу, мы его не оставляем себе. Следующее. Когда мы, вот, осуществили мы первоначальный поиск, есть у нас определенное количество источников, теперь мы начинаем осуществлять отбор. Отбор мы осуществляем по качеству и количеству. Открываете источник, смотрите, кто это автор. Если вы пишете монографию, я сейчас сразу скажу, я ничего против студенческой науки не имею. Я сама, когда работала в институте, руководила студенческим научным обществом, вовлекала ребят в науку и так далее. Но если вы пишете монографию, не очень будет хорошо, если вы будете ссылаться на статью студента, например. То есть наша задача все-таки посмотреть, что это за журнал, что это за статья, кем она написана, да, и так далее. То есть и естественно мы с вами как бы отфильтровываем некоторые источники из тех, которые даже на первоначальной стадии нам показались хорошими. И здесь мы как раз задаемся вот этим вопросом, для чего и что мне из этого источника предпочтительно. Например, если я ищу под задачу, что мне нужно показать трактовки определений какого-то понятия, как трактуется это понятие, да, так я вообще в этой статье, вы можете ее прочитать целиком, безусловно, и, может быть, должны прочитать, но вы должны акцентировать свое внимание, есть ли там эта информация, или там нет вообще определения этих. Значит, вы, может быть, этот источник положите там в другую главу или для других целей, но определения там нет. Ну и, безусловно, конечно, мы ищем всегда немножко с запасом литературу, потому что мы понимаем, что что-то отфильтруется, отбракуется, но, опять же, отрезвляем себя, потому что все, что вы найдете, отберете, вам нужно будет прочитать, на это тоже нужно время. И когда мне говорят, я пишу статью, но мне надо прочитать три монографии, я тоже люблю почитать монографии, но не для того, чтобы написать пять страниц статью, значит, вы себе признайтесь, что вы эти монографии читаете не для статьи, а для погружения в свою тему, значит, она вам нравится, вы увлекаетесь, там, Хотите углубиться в ней и так далее. Но эта статья как бы тут вторична будет. Но на пятом этапе, один из самых сложных этапов, когда мы начинаем работать с источниками, если это цифровые данные, неважно, это результаты опроса, это официальная статистика или это ваши какие-то данные, которые вы получили. Мы, естественно, это преобразовываем в какой-то нужный формат, поработаем с этим, проводим какой-то анализ и смотрим, где мы можем это использовать. В этой статье или мы оставим для диссертации, например. Вот это решение мы тоже принимаем. Ну и то же самое с литературой. Понятно, что некоторая литература, которая вам на предыдущих этапах будет найдена, вы, например, читаете статью и понимаете, что вы ее не понимаете. Такое бывает. Такое бывает. Сложный язык или, например, вы еще только погружаетесь в тему, у вас еще недостаточно понимания каких-то терминов или каких-то процессов, которые там проходят. Это нормально. Откладываем эту статью, что называется, на будущее, на вырос. Используем другое. То есть не надо себя ругать, что я это не понял. Это не значит, что вы плохо подобрали литературу. Это значит, что просто для нее нужно еще какое-то время. Принимаем, опять же, решение. Прочитали этот источник. Принимаем решение, где мы это хотим использовать. В каком объеме. Обращаю ваше внимание, что мы не берем страницами из источников. Мы берем в необходимом объеме. Сколько это? Может быть, абзац, может быть, это фраза. Может быть, вы вообще прочитали источник и просто пишете, что вот Иванов Иван Иванович в своем исследовании предлагает какой-то подход. И вы своими словами излагаете то, что у него изложено на трех страницах, а вы в одном абзаце. Пожалуйста, ссылку на источник вы в любом случае, конечно же, ставите. Ну и все-таки стремимся, особенно если вы работаете над диссертацией, а не просто пишете статьи, конечно, стремимся прорабатывать источники, особенно вот фундаментальные, важную литературу, до понимания. Если не понимаем, консультируемся, общаемся с коллегами, пытаемся вместе разобраться, выступаем, попытаемся объяснять кому-то что-то, да, для того, чтобы самому вот дойти до понимания того, что здесь. То есть вот это очень важно. Ну и, конечно, когда мы литературу с вами прорабатываем, нам очень важно ее систематизировать и хранить. Бумажные отдельно от электронных систематизируем, что-то по папкам в электронном виде, что-то по папкам или там стопками бумажные, да, и, безусловно, когда мы это делаем, мы учим, вообще, я буду к этому источнику возвращаться или нет, или мне его вообще можно не сохранять, может, у меня однократное использование. Ну и что значит систематизировать и хранить? Если вы пишете диссертацию, вы можете систематизировать литературу по принципу, по пунктам, по структуре, да, диссертации. Например, по главам и параграфам. Это для первой главы, это для второй, это для третьей. Можете систематизировать по положениям новизны. Это мне под первую новизну, это под вторую, это под третью. То есть тут вот выбирайте это, так, скажем, тоже нет правильного и неправильного, это то, как вам нравится. Следующее. Используя, когда приходит время, вот этот материал, который мы с вами в литературе взяли, использовать в тексте, стараемся из найденного источника, что значит выжимаем максимум, значит, пытаемся понять, где еще мы его можем использовать. Может быть, он вам еще где-то пригодится. Это в статью, это в доклад, это в диссертацию. Третье. Или какое там. Сразу делаем вот эту связку. Текст, ссылка, список литературы. Потому что иначе вы вот эту литературу, которую вы нашли, прочитали, обработали, вы потом ее с текстом, если не связали, вам придется заново эту работу делать, а это, конечно, потеря эффективности. Ну и на последнем этапе, который у некоторых очень часто становится основным, это дополнительный цикл этапов. То есть, когда мы опять начинаем формировать запрос, отбор там и так далее, и тому подобное. Прежде чем на этот этап зайти, обязательно задайте себе вопрос, а точно ли мне это нужно сделать? Все ли литературные источники я уже использовал? И вообще, насколько они у меня, ну как бы, освоены, да? Может быть, мне уже достаточно этого? Потому что, честно говоря, очень часто такой бывает период, когда исследователь убегает в литературу, чтобы не писать свой текст. Осознайте, нет ли это у вас ситуация, когда вы боитесь текста, и поэтому постоянно ищите, и читайте, ищите, и читайте, и пишите статьи, например, вместо того, чтобы заняться подготовкой диссертации. Поэтому, друзья, у нас вот такие вот этапы. Буквально одну секундочку в чате дайте мне обратную связь. На каком этапе у вас основные проблемы? Так, бывает, для отбора лучше владеть техникой скорочтения, чтение, ну, чтение по диагонали, мне кажется, это техника, которую можно развивать, скорочтение, да, наверное. Но, безусловно, по поводу цитирования, прямых цитирований, да, с прямыми цитатами бывают сложности, но, как бы, не стоит этого бояться, если размер цитаты обоснован вашей целью, да, зачем вы это привлекаете. Нет ответов в чате, не вижу, по крайней мере. По крайней мере, сделайте для себя скрин, чтобы понять, какие этапы для вас реально, может быть, затруднены, да, для того, чтобы потом понять. Литературы много, разная степень систематизации. Вообще, много литературы, это один из самых частых таких запросов, да, что сначала ее, кажется, нет, потом ее много, потом ее не знаю, что с ней делать и так далее. Поэтому, ну, чтобы ваша литература вас не победила, я с радостью приглашаю вас на курс, который стартует 14 ноября, и мы там будем разбираться не только с тем, как работать с литературой, но и со всеми разными вопросами, которые связаны с подготовкой диссертации, и с планированием, и с самим текстом. Мы с литературой, да, и в том числе с подготовкой к публикации, в том числе с подготовкой к защите. То есть у нас достаточно широкий спектр тем, на котором мы закрываем все вопросы. Если вы хотите с этими вопросами разобраться, то, пожалуйста, приходите. Что касается эффективности. На курсе, и в том числе вообще на всех мероприятиях, я всегда подчеркиваю, что стараемся, где можно, найти возможность сэкономить время. Как мы это можем делать, когда мы работаем с литературой? Во-первых, не на каждом этапе мы можем прям вот такую оптимизацию устроить. На первом этапе, когда мы ищем саму литературу, во-первых, вы можете этот этап делегировать. В библиотеках узнаете в своей библиотеке, в организации, где вы работаете. Не для таких услуг. Например, в Уральском федеральном университете есть такая услуга, она бесплатна для сотрудников. Вы просто даете техзадание, сделайте мне, пожалуйста, подборку литературы, вот таким-то ключевым словам, и вам делают эту подборку. То есть здесь, если есть возможность, используем. Выбор правильного места. Ищем там, где, скорее всего, вы это найдете. Я сейчас очень быстренько покажу, где что лучше искать, для того, чтобы вы себе заметочки какие-то сделали. Ну и, безусловно, важный, приважный лайфхак – это когда вы ищите литературу, когда вы ее нашли, обрадовались, вот, наконец-то я нашел, обязательно сохраняйте информацию о книге, статье или каком-то источнике, неважно, в том формате, который вам нужен будет для включения этой литературы в список литературы. То есть не просто сохраните, что это такой-то журнал, такой-то номер, а вообще всю информацию, страницы и прочее-прочее, все, что нужно для библиографического описания. Где ищем, что я подразумеваю, когда я говорю, что нужно искать в разных местах. Например, если вам нужно, то есть начинаем с источников в электронном виде. Если вам нужно найти различного рода статьи, открытым, в открытом доступе, никаких платных не нужно делать манипуляций, например, киберленингам. У них же можно заказать подбор литературы, но это уже не бесплатная услуга. Следующее, если вам нужно, монографии, статьи из журнала, статьи из материалов конференции, там вообще на самом деле на e-library чего только нет. Зайдете, увидите, если вы зайдете в расширенный, вот здесь вот расширенный поиск, увидите там, какие есть типы источников, и можно здесь подобрать. Здесь нужно зарегистрироваться, доступ для вас бесплатный, пожалуйста. Если вам нужны иностранные источники. Сейчас некоторые сайты, которые были нам доступны раньше, сейчас нам недоступны, но по-прежнему остаются открытые источники, которые свободно тут даже регистрироваться не надо. Вы заходите на сайт, выбираете, что вам нужно, журналы или статьи, и по ключевым словам находите иностранные источники. Огромное количество иностранных источников, которые нам доступны в открытом доступе без всяких условий. Если вам нужно посмотреть разработанность вашей темы, почитать авторефераты, посмотреть диссертации, свежие особенно, да, самое простое, где вы это можете сделать, это на сайте ВАК. Я знаю, что есть масса ресурсов, где это все продается. На сайте ВАК это все лежит в открытом доступе. Заходите и смотрите. Да, со старыми работами здесь нет открытого доступа, но тем не менее более свежие работы, а нам надо разработанность понять, вот сейчас, кто еще параллельно с нами что-то пишет, то, соответственно, здесь это сделать можно и тоже это бесплатно. Что касается авторефератов, которые, например, работ, вообще старые работы, на сайте Российской государственной библиотеки вы их совершенно спокойно можете найти, тоже в открытом доступе, тоже совершенно бесплатно. Если мы говорим об архивах, то и фонды, по крайней мере, вы можете посмотреть, какие фонды, где, в каком архиве есть. И есть в электронном виде оцифрованные документы на сайте Российской библиотеки, пожалуйста, на сайте конкретных фондов, которые вас интересуют, можем заходить и смотреть, что они нам предлагают. То есть вот заходим на сайт, раздел фонды, и смотрим, что. По крайней мере, даже если вы пойдете туда, вы можете посмотреть, какие документы вы можете здесь получить, есть ли то, что вам нужно, и сэкономить в этом смысле время. Еще один пример архива. Не всем это нужно, но, тем не менее, свои профильные архивы надо, конечно, изучить, посмотреть. Если вы не знаете, спросить у научного руководителя, какой для меня архив профильный является, и посмотреть эту информацию. Если нам по нашей теме нужна правовая информация, в обязательном порядке мы ее ищем не через поисковик, а мы ее ищем через правовые порталы. Почему? Потому что там вы можете посмотреть, действующая редакция документа, или этот документ уже отменен, или есть какие-то изменения, которые вступят в силу вот-вот, и вам нужно это уже учитывать. Потому что будет странно, если на защиту вы выходите, какие-то изменения произошли, а вы не в курсе. И, пожалуйста, на выбор у нас есть крупные порталы консультант плюс гарант.ру. Что вам удобнее, где у вас есть доступ на работе, может быть, или есть открытый доступ к части из этих ресурсов, тоже, конечно, пользуемся. Если для вашей темы вам нужны статистические данные, то нет проблем получить эти статистические данные на сайте Госкомстата. Огромное количество информации. За большое количество лет проходим, ищем материалы, используем ссылку, безусловно, делаем. Если нас интересуют рейтинги, опросы, вообще проводить опрос, это удовольствие очень дорогое. И если в вашем исследовании предполагается проведение опроса, старайтесь, может быть, это как-то сделать в рамках, допустим, гранта, если вы участник этого гранта, или в рамках какой-то деятельности факультета или кафедры, то есть как-то совместить вот эти вот вещи, потому что это дорого, сложно и технически сложно, и набрать такую выборку, чтобы она была все-таки репрезентативной, достаточно сложно. Поэтому если вы хотите сослаться просто уже на результаты опроса, вы можете использовать различные сервисы, но в том числе, например, в ЦИОМ. На сайте много тоже материалов. Вот в горизонтальное меню проходим, смотрим, что нас устраивает, что к нашей теме подходит. Это что касается места. Вот с этого мы начинаем, да, то есть вот так мы и оптимизируем. Если вам чего-то не хватает, вы посмотрели статистику, вам нужна статистика, например, по своему региону. Вы идете в региональный отдел по статистике, и у них запрашиваете уже конкретные цифры, они все подряд, потому что если вы цифры будете запрашивать, например, в той же статистике региона, это уже будет платно и очень сильно платно. Поэтому здесь вот даже в этом смысле мы с вами оптимизируем, потому что мы, наверное, деньги не рисуем по вечерам, поэтому здесь тоже мы и время, и деньги все учитываем при работе с литературой, перемещении наших и так далее. Что касается оптимизации выбора. Вот, например, когда мы, я сказала, список литературы, это можно делегировать спокойно, если вы можете поставить хорошее техзадание, то есть дать хорошую подборку ключевых слов. А вот что вы будете читать, а что не будете читать, и что где вы будете использовать, это делегировать никому нельзя. Это вы, как автор, должны делать обязательно, потому что иначе ваш список литературы, какой бы он прекрасный ни был, он может не дать вам всего максимума того потенциала, который в нем есть для работы, если вам неправильно его, если вы неправильно с ним поработаете. Ну и, безусловно, мы не читаем все подряд, мы, как с вами говорили, сначала отбираем, да, и, например, если вы пишете сейчас первую главу, вот выберите себе литературу под первую главу и с ней работаете. Если вы пишете статью, вот выберите литературу под статью и с ней работаете. Когда мы обрабатываем информацию и работаем с литературой, И где здесь вот те приемы, которые повышают ту самую эффективность? Безусловно, если вы имеете огромное количество цифровых данных, например, вы пишете по техническим наукам, может быть, вы используете, вы строите там, я не знаю, нейросети, ее нужно обучить, эту нейросеть, это колоссальные цифры, это огромный объем. Конечно, мы можем технические вопросы делегировать, оформление табличек или там какого-то предварительного загрузки этих данных, потому что, опять же, здесь нужно понимать, чтобы вы правильно дали задание, чтобы вам сделали так, как нужно. А уже вы, как исследователь, будете работать с этими цифрами, интерпретировать, обрабатывать с точки зрения какого-то анализа, сравнения и так далее и тому подобное. Ну и безусловно, вот чтобы не было проблем, когда литература нас побеждает, нам обязательно нужно при чтении делать заметки. То есть, что куда мы используем, что для вас ценно, что нет, иначе вы к этой литературе будете постоянно возвращаться. Что касается систематизации. Когда мы осуществляем систематизацию, тогда, когда мы знаем, что мы над этой темой будем работать долго. Вот, например, я работаю в Академии наук, у нас пилиал занимается исследованием темы качества жизни населения. Я понимаю, что три года я по федеральной теме буду связана вот с исследованием именно в этой области. И даже если я пишу отдельную статью, и я уже доктор наук, я не собираюсь писать вторую диссертацию по какой-то другой специальности. Вот. Я, когда формирую список литературы под статью или под монографию, я в любом случае это аккумулирую, потому что я понимаю, что я буду использовать многократно. Если у вас та же ситуация, да. Если однократно, если вам просто надо написать разовую статью или вы эту тему не собираетесь глубоко изучать, ну, значит, смысл систематизировать. Поэтому нужно это тратить время. Ну, и, конечно, чтобы вала не было, надо вот те принципы, по которым вы систематизируете, для себя определить по ключевым словам или по главам, или как вы это будете делать. Конечно, все, что связано с оформлением. Это огромная трата времени. Надо разобраться с тем, как оформлять список по требованию. Для этого у нас в Директ Академии есть для вас вебинары, в том числе, которые Татьяна проводит, и все детально объясняет, как надо, как не надо, где могут быть ошибки и так далее. Можно эти вебинары посмотреть, можно поднять госты, но это сложнее, да, понять, как это по гостам делать, потому что просто взять и повторить за кем-то другим, это не всегда правильно, потому что у того другого может быть просто ошибочно что-то сделано. Второй момент, когда вы оформляете список литературы, обязательно озадачитесь вопросами структуры, то есть в любой статье, когда мы готовим, и вот на первых слайдах я не случайно обращала ваше внимание, в каком-то, какой-то издатель просит разместить по алфавиту, а какой-то по мере использования литературного источника в статье, то есть чтобы мы не ошиблись. Если мы говорим про диссертацию, обратите внимание, в зависимости от вашей специальности у вас будут особенности. Когда-то это по группам, да, список источников делится, когда-то это в алфавитном порядке, то есть как у вас, и здесь тоже, чтобы вы вот это вот учли. Ну и, конечно, опять же, если мы с вами понимаем, что вот эта техническая работа, она как бы не научная, если вы понимаете, что вам лучше погрузиться в научное исследование, может быть, вы сейчас будете готовиться к предстоящему представлению результатов на кафедре или еще где-то, вот эту техническую работу тоже можно делегировать. Дать техническое задание, оформите мне, пожалуйста, вот так-то, это и фрилансеры, это и, может быть, ваши студенты могут это сделать. В этом ничего страшного нет, потому что это не есть чистая наука, это просто оформление. И если есть люди, которые вам в этом помогут, ну и замечательно. Ну и, конечно, друзья, сегодня я так сейчас уже спешила, потому что Татьяна меня ограничила по времени сегодняшней нашей встречи. И я хотела успеть вам все сказать. Я вас, конечно, хочу пригласить, если вам эта тема интересна, тема, я имею в виду, заниматься наукой, публиковаться, попробовать раскрыть свой научный потенциал, да, то, пожалуйста, приходите на наши вебинары, они у нас открытые, мы вас всегда ждем. И со мной вы можете встретиться 19-го числа, точно так же в 12-го московского, и мы будем разбирать, наверное, вот эти темы конкурируют друг с другом по значимости, по запросу, да. В основном все говорят, как мне победить литературу и где мне найти время. Так вот, где найти время, мы как раз будем с вами обсуждать в следующий раз. Поэтому, друзья, я сейчас посмотрю на ваши вопросы, я немножко тут выпала из чата, да. Я надеюсь, что мы с вами провели время с пользой. Посигнайте мне, если это так. Мне важна ваша обратная связь. И, конечно, жду вас на курсе, сейчас на вопросы отвечу. Так, если они у нас были, подскажите, пожалуйста, где найти госты для оформления списка литературы. Лариса. Ой, благодарю, друзья, много огоньков, мне очень приятно. Так, значит, по поводу гостов. Госты, где найти, можете через поисковик их искать. Госты, можете прийти на вебинар к Татьяне, и она называет прямо те госты, которые я сейчас на скидку вам не скажу. На сайте Российской библиотеки, безусловно, можно через поисковик найти без сайта Российской библиотеки. Отлично, благодарю, что вам было интересно. Здорово, что с пользой. Отлично. Друзья, ну, я тогда не смею вас больше задерживать, прощаюсь с вами, желаю вам прекрасного дня, интересных исследований, ярких результатов и жду на нашей следующей встрече. Всего доброго, до свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо.